Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Класс, понимаешь, просто класс, вот играют, там как раз Фишерс, Пасхи, тоже, такая, финировала в Москве, сейчас он идет в Московском театре, и в начале этого года продали идеи и книгу, и будут вставить мюзикл, вот «Оход королевы», мюзикл, это тоже класс, она поет. Кстати, кадры построены на молчании, они показаны лица играющих, как они там переживают ходы, и кто плачет, кто там спокойно переносит, кто там нервничает и бегает куда-то, фактически, ну что-то куда-то спит, это интересно. Ну вот есть мюзикл «Шахпате», Абе написал, ну, создатели, композитор, который написал для Абе, он же сам участник группы, он написал, просто шикарный мюзикл, вот, и ты, что я хотел сказать, понимаешь, вот мы смотрели на протяжении серии там игруша, вот, где скучно было? Ну, как-то сказать, скучно, не скучно, я смотрел с точки зрения, что мне потом придется об этом всем рассказывать, я ловил моменты, я говорил, ну, давайте, покажите мне что-нибудь, давайте, вот сейчас, видите камеру, давайте, что-то сделайте, покажите там таблическую музыку, движение пальцев, там, какой-то звук, ну, мне в основном показывали, как народ стоит, там, в основном, кстати, все сигареты, там дым стоит страшно, да, как они покерили, как, да, я пила раньше, это, да, потом, как она это терпела, как она вообще крыла, тоже непонятно, я говорил, давайте, трясите что-то, что-то, меня потрясает, чем-нибудь, давайте, я жду, жду, ну, все равно очень плавно, и в таком умиротворении он состоялся. Удивительно, что мы смотрим, и вообще-то было так снято, что с удовольствием становится просто загрузкой при движении фигур, но и в книжке написано, книжка, вот, у нас только, ты знаешь, это, в 90 суре, вот, Е-2, Е-4, других родов, Остап Бендер не знал. Это привлекали Каспарова, да? Да, нет, но это, что-то не привлекал, он сам немножко играл, он, кстати, с сестрой играл, вот, там, Тэнс, которым за книжку, но там вот тоже описывает эти пальцы, и читает, не скучно, понимаешь, вот, как-то вот они сделали так, что это не скучно, а даже, а даже как-то восторженно, понимаешь, восторженно, как эти фигуры двигаются. Хорошая, да, ты посмотри, красота в фигур, шахмат должен быть красивый, они тоже, люди, красивые, они такие, знаешь, вот, в шляпе, здесь. Кстати, шахматы некрасивые, я бы... Фигурки? Да, ну, какие-то, трапезные, немножко. Потому что ладья, ты играл, а ну... У нас тут, помню, мы с другим играли, раньше продавали такие шахмы, стеклянная такая была поверхность, такие подарочные, пластиковые. В общем, шахмы должны быть сами по себе красивые, чуть ли не произведение искусства, чуть ли не украшен кольнями или еще что-то. Ну, это было все красиво, а здесь как-то с ними какие-то чуть ли не оплаченные доски. А вот интересно, что самое главное для шахматистов, вот я когда играл с шахматистами, для них не красота, а удобную штуку держать, они очень быстро ходят, как ты знаешь. Вот когда быстрый шахмат, это буквально доля секунд. И вот смотри, там очень важно, что вот он раз по ощущению, что нужно не туз хватит или что, и вот очень важно держать. И я вот эти шахматы, которые именно отработаны, ведь шахматы существуют тысячу лет, и вот их возьмешь, вот настоящие, которыми играют в госпитале, их так приятно держать, а вот эти красивые, какие-то ядарные, какие-то неприятные, как они тебе просто смотреть, а вот эти, а потом увидишь их, что вот и держать приятно, да не самые красивые. Так что это не за мантером. Ее, наверное, и держать приятно, не только смотреть. Ну разве можно. У всех разные вкусы. Да, как говорится. Что-то еще? Я знаю, что такое американская красота. Вот именно она подходит по стиле, не знаю, как у Фингу. Именно американская красота. Ну немножко такой оттепный. У нас девушки-то. Я еще бы хотел поднять, немножко позаду, давай еще свои впечатления. Сравнили теперь с Диатловым или вот с Физикалом? Я пока вспомнил. Ну про Физикал, не знаю, можно ли сейчас говорить, да. Ну сравнить. Ну так, ну все-таки Физикал. Ты до концерта смотрел? Да, я, конечно, смотрелся. И там такая интересная концовка. Ну вот там артистка, которая как бы известна по которым была моделью, еще играет на много профессиональных артистов. Но она вообще и возрастом, конечно, больше. Соответственно, я не знаю, как она играла в молодости. Вот, не видел и никогда, собственно говоря. Вот, сейчас мы будем рекламировать, значит, сериал Физикал. Ну там, в принципе, каждая серия просто отрицает. Мне это пришло так. Мне дали, как говорится, на меню шесть или семь персонажей, практически проработанных. Это его муж. Проработанный персонаж. Не говори, может потом обсудим, сейчас просто сравним. Да, но я говорю, что сравним, что много персонажей именно были раскрыты характером. То есть на блюде лежало много ярче. Хочешь выбирать этот, хочешь выбирать тот. Яркий тоже, так же, музыка, работа, камера. То есть ты хочешь, чтобы в меню, когда ты заказал блюдо, ты сдал ее состав полностью? Да, полностью. Чтобы мне подали за мои деньги. И рассказали, как оно готовится. Чтобы я даже не смог насытиться этим. И оставить на потом. Как оно готовится? Собрать с собой домой. Секреты хочешь узнать? И забрать с собой домой, чтобы мне было просто объедение. Вот. Вот так вот я хочу, чтобы сериал, сериал. А когда, в принципе, ну это, конечно, английское блюдо. Вот, мне показалось, что это такой Гарбет. Ты. Это самый сериал. Это такая скепичная тарелочка, где там что-то размазано, немножко положено. Для таких ценителей. Ну, как я скажу с вами? Сырк. Сырк такой... В маленьком количестве, но очень известный. А вот смотри, вот такой момент, который вот тебе должен был понравиться. Потому что ты тоже, как бы, ну, может быть, на кого-то черпишься, кто-то, может быть, тебя обидел. И вот люди, которые считают, что выше тебя. Ты сказал такой музик когда-то, что выше может быть только раз. Вот. Если ты умнее, то ты и выше. Вот такой был момент, если ты помнишь, когда она в школе училась, и девочки над ней смеялись, что она была плохо одета, по их мнению. Туда. Вот. А потом, когда она там что-то завоевала, и про нее в газете написали, они пригласили на свою вечеринку. Это было очень интересно. И так, как бы, на ней вот эти издевали, девчонки такие. А потом прошло время, и она с ней встречается в этом универмаге. Да. В универмаге. И понимаешь, и кем она стала? Это ничтожество. У нее был... Она была, во-первых, с ребенком. Смотри, у нее папа, у нее деньги, у нее ничего, она из детского дома. И она сейчас, кто такая Бетхарман? И кто такая ее? Это просто ноль. Да. 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 Это очень приятно. Знаете, представление всем молодым. Да. Что вот именно упорство, достижение к себе. Вот упорно. Она же читала книжку какую-то. Она даже воровала. Если надо, то своровала. Будет журнал, чтобы прочитать. И он знал, что она своровала. Лучше ей сказал. Вот хозяин. Вот такие моменты. Да, иногда приходится и вот так вот. Что она добилась. Мне это очень понравилось. Во-первых, она добилась. Она подняла свой уровень в шахматных знаниях. То есть, это то, что, как я говорю, это, ну, вещи можно потерять. Шахматы-тире. А это в голове тебя остается. Шахматы-тире. Уровень свободы. Она свободно покупала. Она замужем. Муж только что будет. А она свобода на мужиков. Как с ней лежали в кровати вот этот вот герой, который делал всегда здесь. И он удивлялся, что она читает книжку. То есть, она вела себя, как обычный мужик в воде. Ведет, да? Женщина. Ну, сейчас, а я тебе почитаю. А он такой, ну, обрати на книгах. Я обрати на книгах. Я же читаю. Понимаешь? То есть, опять же, вот очень интересно. Как негритян к тебе? Многие считают, что это замечательная игра. Я так не в среднем отношусь. А как ты? Я забыл книжки. Она была, но забыл, была ли она негритянка. В книжке это была ее подруга. Но под нашу цвета подруга. Я не уверен, что она негритянка в книжке, я забыл. Ну, да. Возможно, да, и так. Это сейчас новый день. Обязательно должна быть негритянка. И это, конечно, не знаю. Я ничего не умею против книгов. Но когда это не так тень. Здесь я не знаю, зачем они ее вообще вставили. Ну, про работу она очень много играла. Не знаю, хорошо ли она играла. Может кому-то ей понравится. Вот такую тоже грушу. Нет, ну как бы она ее спасла. Ну, считается, что она ее спасла. Может, ты ее больше спас вот этот вот парень. Ты понял, что она вот эти таблетки покупала за сесть? Который сказал, что у меня отец, он тоже там, брат. Кто там? Отец пил. Тот пил. И все же вижу по твоему состоянию, что у тебя кожа такая. И это самое. Ну да, да, да. Потом она разозлила. Конечно, это все разозлило. Ты понял, что в детском доме такое у насилие? Этот, который давал таблетки, который яхт, он не всех тут занимался. Ну да. Повторяюсь. То есть это как раз показывает то, что реальность такой была. В этих домах это все такое? Да. Я вообще-то не понимаю. Были ли раньше эти дома? Ну зачем были? Сейчас, наверное, нет. Но будет еще. Конечно, не будет. Тебе даже если вы видите? Я знаю. Наверное, были. Распоказывают. Нет, это то есть не на верхних, тот же я проверял. И даже то, что давали вот эти таблетки, эти десанты давали. Это что-то в норме. Знаешь, дети там хулиганят. Ну как у нас. Было бы в наших детских домах тогда было ужасно. Скажем, что творится. До республики Штинь. Вот. И, конечно, чтобы успокоить. Наши не знаю, как успокоить. Это доказывали. А еще без доказания. Хотя тоже доказывали. Например, там где-то, где-то успокаивают. Ну хорошо, показаны. Автомобили красивые. Автомобили. Кто-то приезжает на таком автомобиле. Это его статус показан. 60-х годов. Что там не двигатель не заводится. Потом повышается. Машина тоже. Ну как, как говоришь, одежда. Для меня автомобили очень больших. Да, да, да. У нас автомобили сделать. Которые фильмы участвуют. Да. Потому что как. И даже наша чайка участвовала в концерте. Да. Хорошая чайка. Хорошая чайка. Почему он к ней сел. Назаде сидим. Не очень понятно. Что он хотел с ней как-то тоже. Познакомиться поближе. Это было невозможно. Наши хотели не отставать. В самолетах. И в ресторанах. И везде. Как бы. Чтобы иностранец чувствовал себя. Как бы. Как бы. Иностранцы конечно опекали. Опекали. Нельзя было куда-то пойти. Они там были под охраной. Все такое. Следили за ними. Следили за ними. Ну это все прекрасно знали. Ну как сейчас следим. Ну по-доброму их им сделать на нашей стране. Тогда была холодная война. Нормально. Здесь так же, кстати. Даже более такой. Показывал этого Барков. 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 Да. Так что он. Правильный. На родину. Потому что так отзывается. Брет. Брет. Да. Ну видно что брет. Что это его бизнес. Что если нет. То как у нас. Если проиграл. То все тебя растопчет. Ты должен всегда побеждать. Как наши спортсмены. Да. Должен выигрывать. И сейчас так же. Уделяйте внимание спорта. Только выигрывайте. Это слава страны. Ну печальный момент. Чтобы показать. Что жахты. Это не старики. Это реально. Реально. Это печально. Это реально. А потому что. Куда. Столки. Вот этого всего. И следили. Конечно. За чемпионатом. Сейчас может быть. Или кто там. Специально сделали опрос. В России. Вот ты наверняка. Сейчас не знаешь. Как это все. А раньше знали все. А сейчас. Даже не интересно. Как это все. Быстро уходит. Ну. Вернется. Надеемся. Похватить. Сейчас. И сегодня. Не захотел. Закончится. Ну вот теперь. Ты до конца. Ты рассказал. На минимше про Физикал. Не сравнил. Перевал Тинплова. с Ходом Королевы? С Ходом Королевы? Это одно и то же время. Ну, Ходом Королевы, конечно, выигрывает это в плане, потому что там доля профессионалов снимали это имя. Наши снимают, естественно, заглядкой, копируя ходы, копируя все это видно, что копируется. С нашей, как говорится, местной спецификой. Естественно. Ну, неплохо, неплохо копировать первые, рядовые идеи. Это неплохо. Нужно наиментироваться, и все старались на плечи подряд. Все лучшие художники, скульпторы, все так, постоянно взаимодействовали. Я просто сам сюжет смотрю, что молодежь, что они, например, на возрасте были, которые погибли, и вот про которую тоже вся молодежь отдала шаг в США. Молодежь действительно играла. Это очень интересно, что в каждой школе были вот эти клубы, да? Вот. Похоже. Одеты по-другому. Другая обстановка, хуже, как бы все якобы материально. А вообще, в душе довольно-таки интересные люди. Мне понравились вот эти 50-е, 59-го года, ребята-зетловцы. Они студенты. Ну да. Я хочу, чтобы сейчас таких нашли. Где-то там показали. Есть вот такие сейчас. То есть, не зря мы тогда, может, опередили их в космосе, Америку и так далее. Молодежь была неплохой, да, у нас? Не знаю, как сейчас. Вот тогда была неплохая молодежь, она была не хуже американцев. Потому что даже нужно наркотик не принимали. Вы хотите сказать, что не было сомблазнов, да? Мало сомблазнов было. Мало сомблазнов было. Вся свобода в походе только была. Ну, наркотиков не было стопроцентно. Меньше было возможностей, сейчас возможностей больше. Ну, что их не родить? Ну, творческие такие люди были. Они играли на какой-то мандолине. Это реально так, а она там осталась? Эта мандолина. Он с собой брал? Сейчас вряд ли. Ну, гитару тоже тяжело наскать. Так, если только за городом. За городом я не видел. Чтобы гитару тащили. А вот он брал, да? Я серьезно не понимаю. Он орет у них, и там вот этот рэп. Рэп такой кардинальный. И что с матом? Я не знаю, для чего это делается. Хорошо ли это делать? В смысле для вообще развития? Прилично ли это делать? Причем с матом начинается уже с последнего выпуска. Это по разговору с матом. Последний вопрос. Ну, это не я сказал это. Важный канал. Обывательское мнение совпадает с такими... с экспертом. И оно в данном случае совпало, и в том и другом случае сериале. Что они признаны лучшими в нашей стране. Перебалзиатова. И лучшие в мире. Вот этот, в связи с этим. По сравнению с нашими, в общем, будет лучше. Да, я согласен. Хорошо. Основно снимает... Ну, достойно будет, когда я. У нас такой товарищ. Я не хочу на него как бы ссылаться. Но здесь он не очень много для себя материала. Вот. Это как бы радует. Почему я говорю? Копировали. Я говорю, это нехорошо. А с полным королевым не согласен? А с полным королевым нет. Потому что не знаю как так получилось. Если я про него не знал. Я не посмотрел. Я не торт. Я могу просто сидеть, говорю. И ставить... Будем смотреть два сериала. Этот сам про шахматы. И вот этот физик я буду ставить как судья. Или два судья. Ставить галочку туда и туда, где будет тот момент. Потому что мы увидим просто счет. Ну вот смотри. Вот Бэт Хармон играла Энна Тейлор Джон. Она была просто актрисой. И больше ничего. В этом сериале. А вот в сериале Физикс. Продюсера. День не дают. И кто бы взорвался. Это вот эта женщина. Я знаю. То есть она все. И поэтому она себя снимает. И поэтому видимо она там по полной. Она везде. Да. Она там что хотела. Не плевала над режиссера. Да. Все что она думала. Это ее в принципе не возвеличивает. Ну возвеличивает. И вот эти большие. Ты понимаешь что это как бы так. Я вижу что. Некоторые моменты там были не очень хорошие. Ну как бы. Могли не пропустить если бы. В трех лицах. А только она в трех лицах одна. И она именно что подумала. То есть не она. Так что. Советую. Советую. Красивую женщину. Которая сейчас была одна из красивейших. Женщин мира. Ну все что. Я просто говорю то что. Красивые. Они здесь. Умные да. Думаешь красивые и умные. Да. В основном так. Да. То есть природа не бывает. А у мужчин. У мужчин. У мужчин. Ну что это просто красота. Я не знаю. Красавчик. Не знаю. Мужчина вряд ли. Мужчина сто процентов красивый дурак. Ну не дурак. Потому что он. Его так жизнь показывает там. Баба лискодоступная всегда. Да. И не надо идти на жизнь. Не надо быть друг. Да. Просто вообще дурак дурак новый. Женщина почему-то не говорит. Женщина наверное да. Потому что он почему-то не говорит. И ни с чем не говорит. Мне кажется красивая женщина становится более независимой. Очень красивой. Да. Ну да. Наверное это правильно. Да. Так чем мы закончим. Чем мы закончим. Вот про эту девочку что-то скажем. Напоминает на тебе. Мультхарма. Да кстати. Или больше физиков. Эта одежда у нее кстати. Примерно как в интернате. В интернате. Поэтому достала красивая одеваться. Что там было уже с любви. А я кстати видел этих интернатовских детей. Очень много. Ну я же вам сказал что моя бабушка была. Да. И правда приходил после работы. Они все вместе вокруг меня. Они будут так одеты естественно. Как казерные. Казерная одежда. И просто смотрели на меня. Как на шерсе. Да. И так вот трогали. Трогали. Как это так. Все. И было так сегодня. Ну чисто. Вот. Мне было конечно жалко. Но ничего не знаешь. Вот если девочка будет читать книжки. Вот. В таком окружении. В этой природе. Будет она тоже кем-то станет. Да. Будем советовать молодых. Вот. Девочки. Что-то правильно. Все зависит от поставок. Кем это видит. Кем чтобы это станет. Героям видит. Главное чтобы ее. Были не похожие на девушек. Группы нет. Какая глава. На вот эту шахматизм. Что хватило. Да. Погли же. Я вот о чем говорю. У тебя эта девочка. С этого вас приводит. Чтобы она. Как пример. Какое подражание выбрало. Допустим. Вот этих девушек. Из двух битян. Или допустим. Бит-харма. Бит-харма нужно. Девочек взять. Девочки. Понравились? Ну они хорошие. Нормальные девушки. Ну как говорится. Мы не знаем. Как бы они были в организации. Высыпались. Я тебе рассказываю. И они учились. Это трудно было поставить. Это трудно поступить. Радиофизика. Понимаете? Да. Сейчас нам надо проехать. Никого нет. Вот в этом то и проблема. Сейчас в основном. Да. Идите на воду толпы. Не разменивайтесь по мелочам. Жизнь она. Вы потом не вспомните. Что вы там пили. С кем вы там сидели. Лучше. Все немножко. Тigh要. Резиденидный путь Номарок вели пару часов в守 destroyingрупную путьу В стороне . Шип. У плохого essential в голову. А сильно сịтре. А сильно села. У эстиной . Вон она ей давайте зак Yu. В северный залог.